приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 30 апреля обращаю ваше внимание что 30 апреля в древности считали особенным днем считалось что именно сегодня открываются врата в потусторонний мир и почти все народные приметы традиции суеверия запреты 30 апреля связаны с магическими силами и нарушать такие заветы считалось опасным предснаменованием о чем же мы с вами поговорим далее более подробно все в этом видео так 30 апреля в народе этот праздник был известен как засима пчельник с этого дня пчеловоды выставляли ульи на первоцвет а пчел вывозили на пасеку еще обязательным пунктом было проверить сохранность роя после зимы если погода сохранялась хорошей то пчел выпускали на облет а если еще было прохладно то облет отменялся и подкармливали пчел с сахарным сиропом для того чтобы насекомые набрали сил у пасечников есть некий обряд на этот день 30 апреля улья крапят святой водой и читают рядом с ними молитву но перед этим их выносят на свежий воздух посреди пасеки ставят стол а на него выкидывают соль и свежий испеченный хлеб еще сегодня было принято пробовать ложку медов которую в народе использовали для чая выпечки медовухи пива или браги как лекарство издавна используют пыльцу мед и прополис сегодня можно было обращать особое внимание и на природу животных их поведения чтобы знать чего ожидать на этот день завтра или в будущем не упустите такую возможность если у вас есть глобальные планы на на этот период возможно сегодня вы сможете узнать ответ на свой вопрос касательно например погодных условий к урожаю овса будет много сережек на ольхе а большое количество шишек хорошему урожаю ячменя если сегодня пчелы садятся на все плодовые деревья а именно на их цветение то в будущем будут хороший урожай ожидайте длительный дождь если сегодня атмосферное давление понижается и ветер дует юго западный лето будет сухим если в конце апреля солнце взойдет на ясном небе плохая прав погода продержится несколько дней если дождь прошел а это глухо а это все осталось из того зерна будет хлеб сделан на какое пчела села сегодня можно было заселять почву теми ростками овощи которых под землей зреют и обязательно наши предки считали что таки в таком случае будет хороший урожай если сегодня засевать землю петрушкой и морковкой в этот день запрещено было убивать пчел ведь они занимаются важным делом они трудятся для того чтобы человек будущем смог получить мед и не только поэтому наоборот стоит помочь насекомым в их существовании угостить чем-то сладеньким если заметили что пчела оторвалась от своей стаи если есть возможность сделать небольшие гнезда в частном доме постарайтесь это сделать тем самым помочь пчелам сегодня по народному календарю не рекомендуется печь хлеб лучше всего перенести выпекание на другой день или можно обойтись в этот день магазинным хлебом а может и вовсе заменить на что-то другое сегодня можно попробовать приготовить новое блюдо это может быть как что-то сладкое десерт так и соленая здесь уже нужно понимать чего хочется вам больше всего а с либо булочными изделиями потихоньку нужно заканчивать все-таки лето впереди и нужно подумать за фигуру пробовать какие-то диеты и приводить себя в порядок нужно стараться употреблять сегодня больше зелени в рацион и сократить количество кофе сахара и разных специй поставьте перед собой бутылку воды и употребляйте в день не меньше литра а в идеале полтора два в эту субботу нельзя заниматься домашними делами по типу уборки стирки шитья и вязание можно навлечь на себя беду или что-то из этого списка пойдет не так и только расстроит вас в этот выходной можно позволить себе потратить много денег не ущемляйте и не ограничивайте себя ни в чем отправляйтесь большой торговый центр и выбирайте только те вещи которые сегодня принесут вам радость уют и вдохновение на новые дела это может быть как пара новой обуви какие-то яркие вещи блузки или юбки новый аромат парфюма яркая помада или новая тушь для ресниц возможно вы давно мечтали чтобы поменять всю посуду на кухне и купить большой набор на 12 перцов покупайте новые шторы вазон или даже дерево в сад сегодня ваша душа душа ушла в отрыв и деньги с карточки просто исчезают через каждых пять минут наверняка сейчас сезон дней рождения можно посмотреть несколько вариантов оригинальных подарков как для семьи так и близких людей вам нужно обязательно всех удивить своими идеями но и ерунду покупать сегодня не стоит если вы не знаете вкус или увлечение человека то всегда будет беспроигрышный вариант с эмоциями то что человеку точно запомнится на много-много лет это может быть экскурсия например какое-то интересное место катание на необычных автомобилях урок игры на гитаре мастер-класс по изготовлению посуды или глины список очень большой но самое главное выбирать сердцем они сгоряча лишь бы что не стоит сегодня долго долго крутиться перед зеркалом наши предки верили что именно в этот день открывается портал с потусторонним миром и темные силы могут повлиять на человека быстрее сегодня справляйтесь макияжем и прической не выдумывайте что-то новенькое на что потратите много времени у зеркала или совсем откажитесь от макияжа и причешь прически сегодня все-таки выходной лицо и волосы тоже должна отдыхать от вечных испытаний не бойтесь делиться сегодня тем что у вас на душе и не стоит не стоит сегодня терять из-за этого голову бабочки в животе могут быть обманчивыми но если вы клятву верности никому не давали то на здоровье и если охота пофлиртовать то тогда смело вперед только все таки осторожно и не расслабляйтесь что потом не было больно очаровательный сообразительный и общительный кстати вы о таком мечтали сны которые вы увидите сегодня ночью должны будут сбыться через месяц поэтому постарайтесь запомнить картинки происходящего но никому не вздумайте рассказывать что у вас ждет в будущем даже там если и очень хорошие новости таким образом вы сможете спугнуть свою судьбу а именины 30 апреля отмечают авдилай агапит адриан а как и александр анания аскетрея и симеон ну и конечно же все 30 апреля мы с вами будем готовиться к вольпургиевой ночи названы так по имени святой вольпургии день памяти и отмечается 1 мая а в ночь на это число происходит разгул видим которые слетаются на шабаш проводят дикие пляски и ритуальные действия считается что в эти часы открываются врата в иной мир через зеркала воду и другие отражающие поверхности поэтому сегодня 30 апреля постарайтесь оградить себя от встречи и общения с людьми которых вы подозреваете или предполагаете что не занимаются колдовством и магией или точно знаете что они это возможно делают потому что вольпургиеву ночь и день перед ней такие люди обладают особенно сильным влиянием и могут сглазить ваши мечты и желания стремления и цели на чтобы ведьмы не проникли ваш дом у порога насыпьте песок траву или же зерно пока ведьма не пересчитает все песчинки или зернышки она не сможет проникнуть в дом также на пару клали топор острием к выходу через него ведьма переступить не сможет также нельзя оставлять на видном месте веник или метлу лучше убрать их в укромное место чтобы ведьма не утащила вечером ни в коем случае не покупайте хлеб нельзя и чрево угодничать также обращаем ваше внимание что в этот день не рекомендуется лениться нужно наоборот работать как пчелка если на засему трудиться то весь год в работе и в делах будет вас сопровождать удача в этот день категорически было запрещено обижать пчел также в этот день ни в коем случае нельзя повышать голос упоминать нечистого все это может привлечь нечистую силу которая начнет вредить и в итоге то что раньше легко и хорошо у вас получалось станет просто невозможным также ни в коем случае нельзя в этот день приносить в дом цветущую сирень и любые другие ароматные цветы также друзья обращаем ваше внимание что запрещается переедать на 30 апреля и на стол в этот день обязательно поставьте соль хлеб освещенную воду и мед а трапезу постарайтесь начать именно с этих блюд и тогда только приступайте к основной еде не проводите панихиды сегодня и не скорбите о тех кого нет в мире живых иначе считая наши предки считали что души этих людей будут маяться от тоски и ненароком могут прийти к живым ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 30 апреля 2022 года по лунному календарю нас ожидаем 29 и 30 лунные дни убав продолжается убывающая луна в знаке зодиака друзья знаки зодиака телец обращаем внимание что сегодня приходится считаться с тем что сегодня самый наверное опасный из всех сложных дней этого месяца в это время наступают дни гекаты черные безлунные ночи и вот-вот у нас с вами уже наступит новолуние и луна не будет просматриваться на небосводе также обращаем ваше внимание что это день слишком близко расположен критической точке всего лунного цикла к новолунию поэтому так насыщен энергетически причем энергетика этого дня достаточно тяжелая и нестабильная поэтому так важно уметь управиться с ней также обращаем ваше внимание что в первой половине этого дня когда энергетика проявляет себя еще не в полную силу справиться с черными мыслями и всплеском эмоций будет проще и легче если вы сумеете не терять бдительности то и во второй половине дня сможете удержать это равновесие между своими положительными и отрицательными качествами постоянно сегодня будьте начеку контролируйте каждую свою эмоцию каждое слово и уж тем более поступки внимательно относитесь ко всему что происходит вокруг вас не давайте провоцировать себя и увлекать сомнительные мероприятия оставайтесь предельно спокойными в любой ситуации потому что это сможет спасти вас от опрометчивых решений в любом случае сегодняшний день требует постоянного душевного напряжения так что вечером вы можете почувствовать себя совершенно разбитым и уставшим также обязательно позаботьтесь о защите от сложных энергий дня хорошо чтобы во всем доме ярко горел свет и не было ни одного темного угла кроме электричество к электричество вечернее время зажгите побольше свечей лучше церковных рекомендуется окуривать помещение багульником в любом случае мутных вод темноты и темных помещений надо стремиться избегать также рекомендуется ограничить себя и в еде старайтесь в этот день гнать от себя назойливых и пустых людей которые таки лезут вам в душу а вот перед сном обязательно примите душ представляя себе как вода смывает с вас всю чуждую дурную и темную энергетику что же касательно стрижки то этот лунный день благоприятен для обновления прически сделайте сегодня стрижку которая давно вам нравится и останетесь точно довольны отстригая волосы сегодня вы сохраните больше энергии впоследствии сохраненная энергия пойдет на оздоровление волос и кожи головы со стриженными волосами также уйдет и все плохое негативная энергия покинет вашу жизнь что же касательно окраски волос то окраску лучше не делать иначе в следующем лунном месяце появятся определенные финансовые проблемы сегодня можете и поэкспериментировать с прической для того что привлечь энергию природы в следующем лунном месяце друзья вот такой у нас с вами день по народному календарю и по лунному календарю 30 апреля с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал также подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка наш телеграм-канал будут в описании к этому видео ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам больше интересно и смотрите там очень много для вас полезной и важной информации